Реклама По вот этой вот эмблеме Которая находится в самом центре В самом центре задней двери И которой можно открыть вот так вот Доступ в багажник Подожди, подожди, эту идею украли Получается Volkswagen практически, да? В некотором смысле, да Но, опять-таки, идея витала в воздухе И это не первый автомобиль, где таким образом Реализовано открывание багажника Что здесь есть? Ничего, слава богу, нет Зато видно, какой формы багажника Он правильной формы Здесь есть такие всякие сеточки прикольные Здесь можно, наверное, поставить бутылку с умывайкой Будет удобно Но, обратите внимание, нет шторки вообще Я думал, как так без шторки? Оказалось, что шторка крепится, прячется в подполье Она состоит из двух частей Ее можно собрать, выставить Будет, соответственно, шторка Можно поднять Там есть небольшая ниша И это указывает нам на то, что в этой спецификации У машины, а это европейская спецификация Здесь нету запасного колеса Ну, видимо, оно и не нужно Насколько я знаю, в России У X3 запаска есть Она докатка Но это лучше, чем ничего в наших условиях Как решат эту проблему в X4 Будем посмотреть, когда машина выйдет на российский рынок На недостаток простора на заднем ряду я не стану жаловаться Во-первых, потому что я невысокий А для невысоких здесь все хорошо Да, если сравнивать с X3, то X4 чуть-чуть пониже по крыше И если человек сядет высокий, то ему будет казаться, что потолок низковат Но в сущности сидеть хорошо, удобно, есть все удобства Есть, разумеется, подлокотник с подбутыльниками Место здесь может показаться, что не очень много по ногам На самом деле передо мной некоторое время назад сидел оператор Подвинулся назад, чтобы всю эту красоту снимать Красота здесь, ну, такая На самом деле, весьма лакомичная Здесь руль такой вот толще, чем нужно Как в последних BMW Это принято, не знаю, зачем они так делают Но самое главное, здесь очень хорошая мультимедийная система Которая теперь не только управляется при помощи контроллера на центральном тоннеле Но и понимает, в том числе, и язык жестов То есть можно покрутить пальцем в воздухе, звук станет тише Ну и, конечно, она теперь сенсорная Это, я считаю, большое достижение для немецких автомобилей В целом, образ, на мой взгляд, гармоничный Ну, в любом случае, X4 смотрится, как мне кажется Лучше, чем, однозначно лучше, чем X6 первого поколения И лучше, чем X6 второго поколения X4 предыдущий тоже было ничего Но эта машина, она все-таки более современная Это по всему видно Машина будет выпускаться в различных уровнях оснащения Предназначено для нее два варианта по моторам То есть два варианта глобально Двухлитровые моторы и трехлитровые моторы Общее количество двигателей 7 штук Начиная от базового двухлитрового дизеля Мощностью 190 сил И заканчивая двумя топ-версиями Две такие полу-Мки Раньше дизельной Мки не было, М40Д Сейчас она будет Это трехлитровый дизельный мотор Мощностью 326 сил И будет бензиновая как бы Мка М40А Соответственно у этой машины трехлитровый бензиновый мотор Мощностью 340 лошадиных сил